Родной химический запах из детства. Это, конечно, недоделка швейцарских братьев. Совершенно тупой прямолинейный дизайн. Военно-морской мешочек. Котик съел. Наш выпускающий редактор попросил меня показать вам содержимое моего рюкзака. Мне, честно говоря, сложно представить себе, кому это может быть интересно, но желание выпускающего редактора – закон. До этого я ходил с рюкзаком Кот Исьель, который я ласково называю Котик Сьел. Он устроен довольно интересно и состоит из двух отделений. Одно отделение, как в обычном рюкзаке. Там открываешь, там всякие карманчики, полочки. Там я носил макбук, наушники, переходники, зарядки, ключи, документы, таблетки какие-то. К сожалению, мне там не хватало карманчиков. Не получалось прям все разложить по полочкам. Поэтому, например, зарядку макбука приходилось класть просто в это отделение в центр. Другое отделение снаружи рюкзака представляет собой такой, как будто прям обычный мешок. То есть, как бы поверх обычного рюкзака. И туда можно было напихать какую-то одежду, авиаподушку и все, что хочешь. А потом, как-то раз, я был в Токио и случайно оказался в фирменном магазине Frytag. До этого я ничего про эту компанию не знал. И, во-первых, меня поразил запах в магазине. То есть, он мне напомнил какой-то, не знаю, запах советского обувного ателье или химчистки. То есть, какой-то вот родной химический запах из детства. Во-вторых, значит, у них такой очень прикольный кондово-индустриальный дизайн. То есть, куча жестяных шкафчиков, там, пронумерованных, в которых спрятаны товары. И некоторые шкафчики открыты, как витрины. А сверху на шкафах лежали всякие рюкзаки и сумки, очень необычные по виду. Как я потом узнал, Frytag – это компания двух братьев швейцарских граф-дизайнеров по фамилии Frytag. Они делают всевозможные рюкзаки, сумки, какие-то пеналы, косметички из торп-сырья. Во-первых, настоящего винила, которым до этого обтягивались фуры и грузовики. А во-вторых, автомобильные хремни безопасности. И в углу этого магазина висел вот этот огромный оранжевый рюкзак. По-моему, он называется Traveler или Voyager, что-то такое. Он был один, такого вот чумового цвета и даже с какой-то скидкой. Честно говоря, я не помню, какая там была скидка, но все равно даже со скидкой цена мне показалась довольно солидной. Я не сразу его купил, у меня же был мой котик. Но этот Frytag меня совершенно покорил. Во-первых, цвет, во-вторых, объем огромнейший. И в-третьих, совершенно тупой прямолинейный дизайн. То есть это просто одна молния здесь и один гигантский мешок. Как будто мешок от моего вот этого котика съела, только гораздо больше. В общем, я дня два-три ходил вокруг да около и в итоге его купил. Но, как я уже сказал, я люблю носить с собой кучу вообще всего. И если это просто сложить в огромный 40-литровый такой мешок, то это будет мешанина, в которой фиг что найдешь. Поэтому мне пришлось купить у Frytag еще и всяких дополнительных пеналов, аптечек, всякие фигни, чтобы организовать свое барахло. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Ну, начнем с того, что я вас немножко обманул. То есть у этого рюкзака есть все-таки заднее такое плоское отделение, в котором я ношу MacBook. К сожалению, при огромных размерах самого рюкзака, у него очень дебильная вот такая короткая молния у этого отделения. И чтобы достать или убрать компьютер, его приходится вот так вот поворачивать. Это, конечно, недоделка швейцарских братьев. Теперь давайте откроем основное отделение. Значит, здесь как раз вот этот автомобильный ремень безопасности с карабинчиком. К сожалению, у него сломался вот так вот один зуб. Но, слава богу, он продолжает закрываться и работать. Если вы знаете, где взять такой же, то обязательно напишите мне в комментариях, чтобы я заказал и заменил. Вот. Благодаря, особенно этому ремню, рюкзак принимает вот такую вот форму рюкзака, форму конверта. А если расстегнуть, конверт раскрывается и превращается в мешок. Открываем молнию и заглядываем внутрь. Что у нас тут есть? Ну, во-первых, японский ланчбокс в специальном японском узелке. Японские ланчбоксы – это вообще целый отдельный мир, жанр и вообще полное мимими. И я, в принципе, люблю обедать с палочками. Даже если это не японская еда, а самые обычные какие-нибудь голубцы, например. Дальше что это? Вот у меня тут тонкая, легкая курточка с капюшоном. Она мне нравится тем, что ее можно вообще как угодно мять, складывать. Она практически не занимает места. А если летом вдруг что-то чуть-чуть стало холоднее, можно надеть. Значит, теперь пойдем по всяким лоточкам. Значит, начнем. Вот здесь у меня такой белый пенал Freytag. И здесь есть всякие всевозможные зарядки, проводочки, переходники, проводочки для айфонов, для айпадов, miniUSB, powerbank и прочее какое-то говно на все случаи жизни. Я вообще люблю избыточность в этом вопросе. Я обожаю, когда останавливаешься где-нибудь на пересадке в Дубае, достаешь, значит, как крутой какой-нибудь там британский переходник, и на тебя снисходят пиксельные очки. Давайте, снисходите. Вот. Или, например, в Японии, да, там надеваешь какой-нибудь американский переходничок на зарядку. Да. И сразу такой. В общем, ни в Австралии, ни в Дикарагово у меня не было проблем. К сожалению, этот пенал весит, не знаю, мне кажется, килограмма два. Поэтому в Москве я его обычно выкладываю, не таская с собой, но сегодня специально для вас захватил. Что дальше? Такой же еще пенал, только красного цвета. Это аптечка. Здесь у меня всякие повседневные штуки, вроде каких-то таблеток от аллергии, таблеток от укачивания. Ну, вдруг я неожиданно для себя окажусь на яхте в море, да? От насморка, от изжоги, все подряд. Значит, здесь у меня такая фрайтаговская пидорка, в которой у меня... Паспорт, права и документы на машины и мотик. Это, кстати, мой любимый цвет. Такой очень британский, темно-зеленый. Теперь такой японский военно-морской мешочек, в котором я храню свои разноцветные банданы. Вот тут есть желтенькая, беленькая, с синеньким. Синяя вот эта чудесная, очень люблю ее. Банданы мне нужны в двух жизненных ситуациях. Во-первых, когда я еду на мотоцикле без стекла, нужно что-то повязать на лицо, чтобы не дышать пылью и чтобы в лицо не летела всякая сажа. И вторая ситуация, если я, естественно, неожиданно оказался на яхте в море. И, кстати, если вы тоже окажетесь на яхте в море, с этим шутки плохи. Обязательно наденьте какую-нибудь кепочку или панамочку, или бандану. И обязательно намажьтесь кремом для загара. Потому что иначе через два часа даже в переменной области вы нафиг сгорите 100%. Идем дальше. Значит, тут у меня расческа для лороды. Маски, хотя я их не ношу. А вот тут это запасные носки судного дня. То есть, одежду, белье я вожу не в рюкзаке, а отдельно. И никогда не беру их, так сказать, притык всегда с запасом. Но если я вдруг окажусь в какой-то невероятной ситуации, у меня все равно будут запасные чистые носки. Так, еще у меня есть вот такой вот полупотайной карманчик. В нем у меня солнечные очки с такой специальной резинкой, чтобы не сдуло ветром, если я окажусь на яхте. Еще здесь есть какие-то ручки, блокнотик, бумажные платочки, линейка, беруши на случай какого-то неожиданного рок-концерта. И что тут у меня еще? Швейцарский нож на все случаи жизни. Кстати, вот нож нужно обязательно не забыть выложить, если я и когда я полечу куда-нибудь в следующий раз. Потому что однажды у меня уже один швейцарский нож отобрал какой-то таможенный говнюк на пересадке в Амстердаме или во Франкфурте, или в Мюнхене, не помню точно. Причем туда летел, было нормально, а обратно вот, значит, с таким мерзким видом он вот так сделал. Что у меня еще тут есть? Еще у меня тут есть микроскопическая губная гармошка Хохнер. Честно говоря, я не знаю на какой-то случай. Так, лопатник. Удлинитель для макбука, он, конечно, сюда уже не влезет, в электронный пенальчик. Что-то еще? Водичка. Наушники, запасные наушники, потому что AirPods я ношу в кармане. А, и еще проводочек, который я вчера купил, просто не успел его открыть и положить вот в этот электронный пенальчик. Больше у меня нет ничего. Я вот вывернул перед вами наизнанку свой рюкзак и вообще практически свою жизнь. Так что, если вам было интересно, ставьте лайки, пишите комменты, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал и колокольчик. Привет. Привет. Дом Максима Галкина страшно представить. Дизайнерский дзен. Мне, в принципе, очень-очень-очень-очень нравится идея колледжа. Сколько у нас материалов для всяких смешных нарезок. Все, забыли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!